Девушки отдыхают Пошел ты! Не строй из себя невинную овечку! Эй, я тебя спас. Привел в безопасное место. А ты еще сомневаешься в моей честности? Думаю, я нарушил твой план, когда внезапно проснулся. А я думаю, что ты боишься смерти и хочешь на ком-то сорвать злость. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого. Пятьдесят лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты, и записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну не возьми, побеждают всегда корпорации, а проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Ну, если честно, не знаю. Ну, подумай. Да, да, закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Красивый жест. Но все, что ты можешь мне предложить, у меня уже есть. Это тело мое. И всегда было моим. Поэтому и решение принимать... Давай пока что забудем об этой теме, если ты не против. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет. Но есть просьба. Какая? Адам Смешер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смешера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться. Поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Это не так. То есть, мне рассказать бестии все как есть? Лучше, если я сделаю это сам. Лично. Просто прими таблетки Мистии, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Хельман говорил, что ты попытаешься это сделать. Перехватить контроль над телом. Андерс Хельман? А напомни, чем он тебе помог? Может, не помог, но и не навредил. Бестии – это просто предлог. Для чего? А, чтоб я наконец забрал у тебя управление. Или придумал какой-нибудь самоубийственный план налета на Аросаку. Я же тебя знаю, Джонни. Последний раз говорю. Нет никаких планов. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет. Меня тут выгнали из ада. Решил к тебе зайти. Нет. Мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Я еще подумаю. Окей, спасибо. Мне это очень важно, Ви. Я просто прошу дойти до посмертия и дать мне немного порулить. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. А, блядь! А, блядь! А, блядь! А, блядь! Здравствуй, Виев. Надо съездить по указанным координатам и пригнать мне один фургон. Только аккуратней с местной фауной, в смысле с животными. Письмо отправил. Ты из водуистов? Не задавай таких вопросов. Это опасно. Мне бы шмотку крутую подобрать. О, ты пришел по адресу, Монами. Продолжение следует... Метраторichts пользования. Продолжение следует... 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 У тебя до сих пор тут воняет трупом. И так всё время, да? В чём секрет? Деликатности тебе не занимать. Что тут удивительного? Я никогда ни у кого не занимаю. Кстати, Форест сегодня не вышел на работу. И вчера тоже. Вот чёрт, интересно, почему? И больше не придёт. Не делай вид, что не знаешь, почему. Я понятия не имею. Усвоит, окей? Вы там закончили здороваться или нет? Революция сама себя не совершит. Я модифицировала поведенческий чип. Он будет оснащать кукол системой мускульных рефлексов, которые, м-м, короче, они смогут драться как соло. Потрясающе. Работа над фальшивыми оргазмами Шельм не прошла даром. Выйди, пожалуйста. Здесь у меня никто не курит. Ничего, проветришь. Ладно, покурю в окно. Выглядеть будет так, словно тело выполняет заученную серию движений. Мы уже это протестили на томе. Импульсы чипа подавляют природные рефлексы. То есть человек по-настоящему переживает что-то типа киберпсихоза. Но примерно то же самое происходит и когда мы работаем с клиентами. Не верю, что у этого чипа есть одни только достоинства. Что с побочными эффектами? Полный боевой режим автоматически запускается в случае угрозы. И из него нельзя выйти. Этого я обойти не могу. И это все? Не знаю. Чтобы это выяснить, нужно несколько месяцев тестить чип на кучу народа. Есть еще и моральный аспект. Можно убить человека и даже ничего не вспомнить. Если ты соло, тебе важно не только правильно двигаться. Нужно настроить мышление так, чтобы принимать решения за доли секунды. Это достигается годами практики. Сомневаюсь, что твой чип может все это заменить. Наверное, ты прав. Но другого выхода я не вижу. Но на то, чтобы обучать людей, у нас нет времени. Как тебе пришла такая мысль? Я занималась чипом, когда работала в облаках. Он выглядел так, будто его можно легко модифицировать. Странно, как я не подумала об этом, когда мы разговаривали с Майком. И слава богу, в облаках до жопы камеры и микрофонов. И если бы ты такое выдала, тигриные когти приехали бы с отвертками и выковырили эти чипы из кукол. Ладно, покажи, как это работает. Хоть кто-то это сказал. Том. Это я взяла из обучающего вирта про кунг-фу. Не убедили. Покажите лучше, как наши суперкуклы справляются с реальными трудностями. Предлагаешь бой? Ну да. Только не разнесите мне хату. Я к ней привыкла. Ну, подходи. Что такое? Эй, ты меня слышишь? Что я умею-то? Вы видели? Дыхалка у меня так себе. Ты гений, Джуди. Это фантастика. Если продашь технологию, станешь самой богатой Джуди в Америке. Не. На свете и так полно машин для убийства. Я не хочу превращать в них людей. Так что после нашей вылазки я уничтожу чипы. Ви? Если у тебя есть возражения, высказывай. У кого у меня? Я вообще в ахуе. Окей, окей. С этим разобрались. Чип работает. Давайте теперь к делу. У вас есть элитный отряд из трех дуболомов и инженеров. Что дальше? Мы обезвреживаем всех охранников и тигриных когтей, каких встретим. Обезоруживаем их и выводим на улицу. Оп! И облака наши. Боссам ставим ультиматум. Мы отдаем им процент от выручки, а они больше никогда не появляются в клубе. И никак не участвуют в его управлении. Так я и думала. Безумный и наивный план. Ты не видишь дальше одного хода вперед. Если убить пару лбов из охраны, это ничего не решит. Когти пришлют новых. Надо убирать самого Хироми Сата. Хироми Сата? Кто это? Настоящий босс облаков. Приходит редко, но никто и чихнуть не смеет без его позволения. Когти его уважают и слушаются. Он один из них. Можно попробовать с ним договориться, но шансов мало. Я бы лучше подумала, как его запугать. Где нам найти этого Хироми? В мегабашне. H8. У него пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже. Он оттуда почти не выходит. Я найду способ вас туда провести. Том и Рокси пойдут к Хироми? Нет. Надо ударить с двух сторон одновременно. Они займутся охранниками в облаках. Массированная атака. Неплохо. Мне нравится этот план. Майка, я так понимаю, ты с нами? Иначе я не тратила бы время на разговоры. Ну как? Ви, Том, Рокси. Согласны? Вы готовы к такому? Мне надо подумать. Я еще никого в жизни не убивала. А я готов, хоть сейчас. Ви? Ты что, реально хочешь согласиться? Мне бы не хотелось никого убивать. Поддерживаю. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Главное показать, что Хироми ничего не решает. Тогда боссы быстро выведут его из игры. Я с вами, Джуди. Я же сразу сказал, что помогу. Спасибо, Ви. Оставьте благодарности на потом, окей? Я дам знать, когда организую встречу с Хироми. Мне нужно дня два. Развлекайтесь, пока. Майку, стой! Может, подвезешь? Только если будете ехать тихо. А то опять голова разболелась. Черт. Прикинь, мне страшно, Ви. Кстати, насчет благодарности. То, о чем я тебя прошу, такое обычное никто бесплатно не делает. Я понимаю, ты хочешь помочь, но я готова заплатить твою полную ставку. Это будет справедливо. Джуди, ты серьезно? Что вообще за глупости? Но... Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Ни слова. А, Ви, все нормально? Ви, что с тобой такое? А, Ви, ты чем-то болен? Помнишь налет, который заказала Эвелин? Мне надо было выкрасть биочип. До конца жизни его не забуду, наверное. Этот чип... Короче говоря, на нем сознание Джонни Сильверхэнда. И оно сейчас прописывается поверх моего. Ты это серьезно? Уж куда серьезней. Блять. А с этим можно что-то сделать? Надеюсь на это. Уже поздно. Ты устал. Можешь лечь на диване, если хочешь. Да. Спасибо большое. Не за что, Ви. Чувствуй себя как дома. Спасибо, что смотрели новости на данном ЮНС. Берегите себя. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Не знал, что она и в роботах разбирается. Ты только посмотри на это. Думаешь, собирает их на досуге? После целого дня хардкорной порнухи я бы вообще не удивился. О, интересно. Это не квартира, а какой-то музей древности. Зато ты чувствуешь себя как дома. Это телка сечет. Это все, что ты можешь сказать? И выглядит ничего. На шесть из десяти. Так, так, так. Коллекция Бушидо в формате брейн-танца. Первые три части давно стали раритетом. Ну ты подумай. Перелиз фьючур. Электропан? По мне так полное говно. Кажется, тут кое-кто любит нырять. Тут сразу видно, профессиональная техника. Снимите воду, разжигайте воду. Нет дыма, без лаги. Нет дыма, без лаги. Нет дыма, без лаги. Нет дыма, без лаги. Нельзя забывать, что корпорации крупнейшие налогоплательщики Найт-Сити. За прошлый год вы не приглашите в тот прямой... Что за пиень, а? Приезжай. Эл? Вирус в ядре. Повреждение. Приезжай, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне плевать. Ох, спасибо, друг. Я уж думал, мне конец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА